стал творец вот почему женское здоровье почему я переключилась на женское здоровье я практически поменяла всю свою жизнь на 180 градусов потому что я после 40 лет начала разваливаться мне сейчас 54 и могу вам точно сказать что я сейчас себя чувствую и выгляжу гораздо лучше чем 40 почему потому что это волшебный пилатес но это не только пилатес я очень многими техниками психофизическими занималась то есть я скорее телесный терапевт потому что я использую в своих своей работе с людьми девочками с женщинами у которых проблемы в связи с тазовым дном всевозможные техники метод фельденкрайса и франклина и в общем кучу всего александера первая моя специальность я киношник я владею замечательным движением актерским мастерством наверное это мне еще очень помогает я педагог вести и рассказывать то есть четко объяснять что как человек должен почувствовать для женщины чувствительность это самое важное что может быть наверное для того чтобы привести свой организм в порядок а когда мы можем чувствовать мы можем чувствовать только тогда когда мы расслаблены вот это самое главное чего нам в этой жизни сейчас абсолютно не хватает мы не умеем расслабляться мы не умеем чувствовать из-за этого наше тело начинает накапливать напряжение всевозможные и первую очередь напряжение у женщин накапливается где зоне тазового дна в диафрагме мы перестаем дышать нормально у нас перестает нормально функционировать диафрагма и отсюда проблемы у девочек после родов отсюда проблемы в менопаузу постменопаузу потому что вот идет вот это вот разладка организма я люблю собирать женский организм это возможно это возможно в любом возрасте удивительные совершенно открытия у девчонок удивительное восстановление здоровья это меня очень вдохновляет радует вот и поэтому я хочу чтобы как можно больше женщин стали ощущать себя просто не буду говорить сейчас женственность повышаем не знаю что там как учат модно это все нет нам надо чувствовать свое тело нам дан скафандр это совершенный совершенно механизм наше тело с которым мы должны дружить и которые мы должны чувствовать большую часть жизни мы живем отдельно голова отдельно тело 1 а тело очень хочет с нами дружить она заточена на дружбу поэтому то что мы от него требуем если мы от него требуем напрягаться постоянный что-то достигать 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 она и будет напрягаться и в конце концов как любая машина развалится а а если мы начинаем его чувствовать, его потребности, оно начинает с нами разговаривать, то мы тогда превращаемся в такую водичку, и мы по жизни плывем, и мы плывем с удовольствием в здоровье, в радости и в счастье, и дарим это здоровье окружающим. Ну, как-то так. Итак, слышно? Слышно, звук хороший. Отлично. Какие правила работы на наших тренировках будут? В первую очередь не стараться что-то делать, не доказывать себе, а наоборот попытаться почувствовать движение, почувствовать, как у меня это движение происходит, и как я могу это движение сделать максимально легко для своего тела. Вот это очень важный момент. Я буду давать какие-то акценты. Возможно, вам сначала покажется, что их много. Нужен контроль здесь, нужен контроль здесь, нужен контроль здесь. Ну, во-первых, это развивает наш мозг, в первую очередь наш компьютер основной. Во-вторых, мы учимся себя больше ощущать, и мы включаем все рецепторы, которые у нас, нам даны. Вот это тоже очень важный момент. Второй момент. Если вы чувствуете, что у вас что-то не получается, замедляйтесь и делайте амплитуду маленькой-маленькой. Тогда ваша нервная система сможет пробиться сквозь тот блок, который существует мышечно, который существует в теле, и вы начнете потихоньку выходить из маленькой зоны комфорта, из маленькой амплитуды, вы начнете выходить в большую амплитуду, но уже корректно, уже мягко, уже так, как хорошо тело. Вот еще важная вещь. Я приготовила полотенчик, а пусть оно у вас будет на тренировках рядышком всегда. Во-первых, это потрясающий инструмент, тренажер, который нам понадобится. Во-вторых, если вам некомфортно лежать в какой-то позе, я буду проговаривать, вы всегда можете положить полотенце себе под голову, под грудку, если мы лежим на животике, и вы чувствуете перенапряжение в пояснице, либо на бочок. Кому где некомфортно, туда мы используем полотенчик. Я кладу рядом. Итак, если мы готовы, то мы с вами очень мягко через бок, не напрягая прямую мышцу живота, спокойненько через бочок, ложимся на коврик. Ложимся на спину. Удобно, смотрите, у кого голова вот так лежит, значит, мы подкладываем полотенце так, чтобы нам было удобно, чтобы вы хорошо ощущали длину шеи. Попробуйте сейчас спинкой завоевать максимальное пространство под собой, вот почувствовать, как все ваше тело, весь ваш позвоночник лежит на полу. Просто зафиксируйте, для себя определите, как это сейчас у вас получается, как лежит крестец, какой изгиб под поясницей, где вы ощущаете ребра, как вы ощущаете изгиб под шеей, и как лежит ваш затылок. Зафиксируйте для себя, мы сравним потом это все дело. Теперь я вас попрошу сделать ручки сердечком. Вот, смотрите, первый пальчик, второй пальчик. И вот это сердечко мы сейчас с вами положим на животик. Пальцы рук упираются в лобковую кость, а ладошки упираются в повздошные кости. Вот такой у нас треугольник, тазовый треугольник это называется. Вот такой он у нас получился. Упритесь пальчиками в лобковую кость, и давайте сейчас начнем с дыхания, потому что это первый паттерн, самый важный паттерн в нашей жизни. От того, как у нас функционирует дыхание, от того у нас зависит здоровье всего нашего организма, всех систем абсолютно. Мы сейчас постараемся сделать мягкий, внимание, мягкий, широкий вдох вот в это сердечко. Мы делаем вдох, и такой же мягкий, длинный, удлиняйте, пожалуйста, выдох. Вы можете приоткрыть ротик, расслабить челюсть и просто выдохнуть из себя воздух. Постарайтесь специально не надувать живот, не включать мышцы живота, а постарайтесь почувствовать, как вы расширяете зону между повздошными костями, потому что вдох это широко, это со всех сторон широко, он надувается во все стороны, и мягкий, мягкий, мягкий выдох с приоткрытым ротиком, а выдох для нас это всегда что? Это у нас расслабление, расслабление всего тела. Вы пока дышите, а я немножко поболтаю. Еще разок вдох, вдыхаем, чувствуем расслабление, расширение всего тела, и с выдохом стараемся просто выдохнуть воздух, как из мячика воздушного воздух выходит, и почувствуйте, получается ли у вас расслабленность делать выдох, или у вас все-таки живот в конце выдоха напрягается. Если он напрягается, это уже звоночек о том, что у вас может быть дисфункциональное дыхание. И еще разочек делаем вдох, чувствуем, как повздошные кости расширяются, как зона матки, таз, все внутри расширяется, приятно, пространства там становится много, и спокойный, мягкий выдох. Отлично, молодцы, надеюсь, у вас получилось. Теперь мы кладем, почувствуйте свою лобковую кость, можно там, кстати, промассировать хорошенечко пальчиками своими, и если вы чувствуете болезненность, там вот, когда вы делаете массаж на лобковой кости, это что нам говорит о том, что там зона напряжения, а раз там есть зона напряжения, то она естественным образом будет идти дальше по всему тазовому дну, по прямой мышце живота, промассируйте, и теперь, смотрите, я не напрягаю ни одну мышцу, я толкаю пальцами лобковую кость вперед, и у меня таз уходит в передний наклон, а теперь надавливаю на повздошные кости, таз уходит в задний наклон, и мы потихонечку руками запускаем вот эту качалочку, очень мягкую, и отследите, включаются ли у вас еще какие-то мышцы, или вы можете двигать свой таз легко и просто, и он поддается, очень часто этого движения у женщин, к сожалению, нет, и отсюда тоже очень многие проблемы тазового дна. А теперь давайте попробуем сделать вдох, и надавим ручками на лобковую кость, и с выдохом еще больше расслабимся, у нас получается такая качелька, через вдох и выдох, и мы работаем своими руками, и таз все больше и больше расслабляется, это волшебное упражнение, для того, чтобы наши внутренние органы были расслаблены, были здоровы, и там был бы и венозный оттолк, и все-все-все, что нам необходимо. Теперь оставим таз где-то посерединке, положим руки вдоль корпуса, и теперь надавливая стопами в пол, смотрите, тоже очень мягкое движение, у нас работают стопы, есть опора, надавили стопами в пол, вытолкнули коленки вверх, и у нас таз поднялся сам по себе наверх, не надо ничего напрягать, особенно живот, здесь наверху мы сделали вдох, и с выдохом от грудины, представляете, ваш позвоночник, и он мягко, позвонок за позвонком, начинает стекать вниз, 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 как бусинки на беревочке, и у нас позвоночник раздвигается, и питается в этот момент, еще разок, вдох, с выдохом наверх, и мягко от грудины опускаемся вниз, отлично, и вытягивайтесь, вытягивайтесь, как кошечки, чувствуйте, что каждое движение, это для того, чтобы мы вытянулись и расслабились, и опускаемся вниз, теперь мы левую руку положим под затылок себе, и чуть-чуть рукой вытяните себя за затылок, а правой ручкой мы начинаем тянуться к правой пятке, мы уходим в правый боковой наклон, и возвращаемся на место, и сделаем так несколько раз, голова чуть-чуть приподнимается над полом, для того, чтобы вам было легче скользить по полу, сделаем так еще два раза, и чувствуем, как наш левый бочок приятненько начал раскрываться, и последний раз, мы сейчас оставим, останемся в боковом наклоне, потянулись, кто куда может дотянуться до пяточки, голову вытянули и положили на пол, а левую руку расслабили сверху так, как вам удобно, кому-то больше, кому-то меньше, в этом положении опять мы начинаем надавливать стопами в пол, и выходим в ключевой мост, опять подняли таз наверх, и пусть ваша голова будет повернута вправо, сейчас оставьте ее справа, и теперь мягко с выдохом от грудины, вот прямо от подбородка, начинайте опускаться вниз, 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 чувство, как каждый позвонок, каждая ребрышка с левой стороны растягивается и опускается приятно вниз, еще разом делаем вдох, и с выдохом поднялись наверх, от стоп, опора в стопы, хорошо стоим на стопах, растянули левое ребрышко вдохом, и с выдохом мягко-мягко опускаемся вниз, еще больше натягивая руку и раскрывая левые ребра, совсем чуть-чуть, маленькое движение, не старайтесь сильно, старайтесь больше чувствовать, еще разок, выдох, поднялись, давайте останемся здесь, и теперь у нас движение будет только головой за глазками, мы будем двигать голову вправо, влево, и движения у нас будут запускать глаза, за глазками, спокойно, мягко перекатывается голова, тоже отследите, вы напрягаете голову сейчас, или вы спокойно перекатываете его, пусть эта амплитуда будет совсем маленькая, но вы мягко, спокойно перекатывали, оставили голову направо, и теперь мягко от груди, начинаем опускаться вниз, и чувствуем, как ребрышки раскрываются, молодцы, отлично, центрируемся, возвращаемся в центр, сейчас попробуйте считать информацию с правой и с левой стороны корпуса, поменялось ли у вас что-то, я думаю, что заметили, здорово, другая рука, правая рука у нас на затылок, локтем чуть-чуть слегка потянитесь вверх, как будто раскрыли подмышечку, и голову слегка приподнимем, буквально на сантиметр, чтобы было удобно, и поехали сгибаться к левой ножке, и спокойно тянемся к левой пяточке, голова приподнята, и старайтесь не напрягать живот, да, у вас есть для этого косые мышцы, мы косыми мышцами сгибаемся, животик у нас при этом не напрягается, и последний раз останемся в наклоне, потянулись к пяточке, рукой вытянули голову из плеч, разложили далеко затылок, и ручку расслабленно оставили, делаем вдох, и с выдохом надавили стопами в пол, таз мягко перекатился, и мы поднялись наверх в плечевой мост, здесь делаем вдох, чувствуем, как ребрышки правые раскрываются, и с выдохом отключить мягко, начинаем смягчать грудной отдел, и раскладываем позвонок, да, позвонком, поверните голову налево, пусть ваша голова смотрит налево, и оставим ее там, еще разом вдох, с выдохом наверх, отлично, умнички, и с выдохом опять вниз, старайся раскрывать еще больше, потянитесь ручкой слегка, почувствуйте, как растягиваются ребрышки, и последний раз, надавили стопами, с выдохом поднялись наверх, остались здесь, и мы включаем голову за глазками, голова начинает поворачиваться вправо и влево, и не старайтесь здесь делать большую амплитуду, старайтесь наоборот максимально убрать напряжение, пусть ваша голова перекатывается за глазками, как мячик от боулинга, такой тяжелый, большой, он спокойно, мягко перекатывается, и последний раз, оставили голову налево, и мягко опускаемся вниз, растягиваем позвонок за голову, центрируемся, и давайте сейчас сделаем опять несколько раз прямой плечевой мостик, и посмотрим, что у нас изменилось, делаем вдох, с выдохом надавливаем стопами в пол, коленками тянемся в противоположную сторону от головы, и вышли в такую диагональ, представьте, что ваше тело, это горнолыжный спуск, и теперь с выдохом ребра не торчат, начинаем погружаться от грудины вниз, снимаем напряжение с грудной клетки, и медленно позвонок за позвонком, расслабляясь, очень важное движение в позвоночнике, это сгибание, мы сегодня как раз занимаемся позвоночником, его движением во всех плоскостях, и мягко выдох, прямо можно вслух выдохнуть, смягчая, почувствуйте, как мы смягчаем грудной отдел, и последний раз, наверх взлетели, вдохнули, и мягко расслабленно, почувствуйте, насколько у вас грудной отдел смягчается, насколько ребрышки у вас мягкие, молодцы, отлично, поворачиваемся на бок, я ложусь на правый бок, ваш затылок, крестец и стопы находятся на одной линии, представьте, что у вас сзади стеночка, и вы касаетесь этими точками стеночку, то есть вы ровненько лежите, голову я не опрокидываю, она не висит у меня, я ее держу рукой за затылок, вторую руку я кладу себе сзади в замок, и получается, что я себя руками тоже вытянула, шейку вытянула, чтобы она была длинная, не было у нас морщинок, теперь на вдохе, я за глазками, глазки начинают следить за верхним локтем, и мы начинаем раскрываться на вдохе в сторону, отпуская таз, отпуская колени, и теперь колено приглашает весь корпус вернуться на выдохе назад, еще раз, глазки смотрят на локоть, раскрылись на вдохе, и с выдохом за коленом возвращаемся назад, сделаем так несколько раз, и постарайтесь в этом движении найти максимальную расслабушку, максимальную кайфушку, здесь ничего сложного не происходит, потянуться, еще пару раз, и последний, отлично, молодцы, рукой уперлись в пус, поднялись и встали на предплечье, смотрите, очень важный момент, наша ладошка должна касаться пола, и каждая ваша подушечка пальчика, вот лягушиная лапка такая, должна касаться и ощущать хорошенечко пол, тогда вы не будете перенапрягать локоть, вы будете стоять на всем предплечье, и не устанете, опуститься вниз, посмотреть, как мы падаем в плече, а теперь оттолкнитесь, вот это положение отталкивания нам надо сохранить на протяжении всего упражнения, ушком потянитесь в потолок, и обопритесь верхней рукой в пол, теперь на выдохе, внимание, мы начинаем давить верхней рукой в пол, и вы почувствуете, как живот уже схватился, поехали, выдох, надавили, и в этот момент ножка поднялась наверх, и опускаемся вниз, почувствуйте, пожалуйста, как от давления руки включается в ваши глубинные мышцы, и вас как бы собирают, еще разок, вытолкнулись ушком, потянулись, на выдохе надавить, и опуститься, еще, надавить, ножка приподнялась, надавить, еще три раза, надавить, чем сильнее вы давите, тем легче становится нога, происходит такое волшебство, нога как будто двигается сама, и последний раз, ножку оставим наверху, вытягиваемся, плечом толкаемся, руку опорной толкаемся, начинает нога медленно уходить назад, и я с противоположной стороны, через плечо, хочу посмотреть на свою ногу, очень важный момент, не опускаться в плече, и не чтобы голова у вас не упала, наоборот, мы еще больше вытягиваем себя вверх, и как бы через верх смотрим, а теперь лбом начинаем тянуться к колену, и еще разок, вдох, вдохнули, посмотрели, и с выдохом потянулись к коленам, к лбу, и опять наш позвоночник замечательно уходит в разгибание, в сгибание, и тут же в ротацию, да, мы как бы три плоскости позвоночника сразу прорабатываем, и еще два раза, вдох, посмотрели, опорной рукой следите, чтобы вы выталкивали себя все время вверх, и последний раз, и выдох, молодцы, оттолкнулись, переворачиваемся на другой бочок, выравниваем сразу, затылок, крестец и стопы по одной линии, рука на затылке, вытянули себя, поддерживаем, и ручку кладем сзади в замочек, и теперь на вдохе за глазками, начинаем следить за локтем, опускаемся назад, ослабляя, расслабляя таз и колено, и за коленом возвращаемся в исходное положение, и еще разок, выдох, расслабились, и выдох, потянули коленом себя, и естественным образом по инерции вас вернет назад, вдох, расширились, и выдох, еще выдох, хорошо, еще два раза так, раскатимся, как каток по полу, и последний, молодцы, умнички, отталкиваемся ручкой, становимся на предплечье, вспоминаем про лягушиную лапку, и про опору в подушечке пальчиков, ушком потянулись в потолок, проверьте, что вы отталкиваете себя действительно от пола, и теперь с выдохом надавливаем рукой, чувствуем, как поперечная мышца у нас, раз, в корсете, и мы поднимаем ножку, еще выдох, высоко ногу поднимать не стоит, она параллельно полу идет, и ушком тянемся, здесь главное вот эта зона, чтобы она у вас вытягивалась вверх, чтобы вы хорошо ощущали вытяжение по нижней латеральной линии, ребрышки тянутся, последний раз, оставим ногу наверху, и теперь на вдохе, уводим ножку назад, и через плечо, выталкивая себя вверх, смотрим на пяточку, и на выдохе потянуться коленом к лбу, еще вдох, все время продолжая отталкивать себя вверх, и выдох, и вдох, посмотрели красиво, выдох, и чувствуйте, как позвоночник становится змейкой, и ощутите, где не происходит сгибание, может быть, вы уже сейчас ощутите какую-то вот белую зону, слепую зону для мозга, и последний, и выдох, молодцы, отталкиваем себя, и садимся на ягодичные бугры, это наши кости, на которых мы сидим, ставим ножки в диамант, это вот поза у нас называется диамант, ручки перед собой, начинаем опускать руки вниз, и тянемся вперед столько, сколько у вас получается, делаем вдох, расширяем задние ребрышки, мы как будто спинку превращаем в парашют, и с выдохом возвращаемся, сделаем несколько таких движений, и возвращаемся, и здесь главное попытаться вытолкнуть задние ребрышки в потолок, расширить спинку, расширить там пространство вдохом, и с выдохом вернулись, садимся в положение Z-сет, у меня левая нога сейчас будет уходить во внутреннее вращение, а правая нога во внешнее вращение, колено левой ноги у меня посередине стопы, найдите удобное положение, если вам некомфортно в этом положении, возьмите полотенчик и поставьте себе под опорный ягодичный бугор, теперь что мы с вами делаем, коленом ноги мы начинаем чесать себе стопу, и смотрите, какое волшебное движение, мы сразу двигаем и тазом, и тазобедренным суставом, очень люблю это движение, оно замечательно разрабатывает и таз, и движение в тазу, и тазобедренный сустав, сделаем так несколько раз, вы почувствуете, как ваш таз еще лучше и еще мягче станет двигаться, ставим колено посередине, рукой потянемся далеко, остаемся на ягодичном бугре, на опорном, и мы ушли в такую красивую длинную диагональ, чтобы ваша диагональ не превратилась вот в это дело, мы отталкиваемся рукой от пола, и голенями мы тоже чуть-чуть себя как бы оттолкнем, видите, я могу вот сейчас стоять, как бы, да, сидеть расслабленно, а я могу слегка оттолкнуться от опоры, и сразу внутри меня стерженечек включился, сразу мышцы тазового дна и поперечная мышцы меня подхватили и держат, сохраняя это положение вытяжения, сгибая локоть, мы начинаем уходить в разгибание позвоночника, и делаем вдох в верхние ребрышки, вдох, и с выдохом оттолкнулись, вернулись, и еще разок вдох, раскрываем ребра хорошенечко, и пусть ваша верхняя рука будет длинной, и представляете, что вы натягиваете пространство на себя, и отталкиваете пространство от себя, да, продолжая все время вытягиваться, вдох потянуться, и красивый мягкий выдох, сделаем так еще три раза, вдох, потянулись, раскрыли ребрышки, и еще два, длинный, длинный, ищем любой способ потягушек, да, последний раз, и раскрылись, умнички, молодцы, ставим руки напротив ножки, напротив коврика, да, дальнего, смотрите, как вам удобно, если здесь не тяжело, вы можете руки всегда сдвинуть в ту узу, но где вам комфортнее, всегда ищите максимальный комфорт для себя, хорошо? Теперь из этого положения мы начинаем отталкивать коврик от себя, и выталкиваем задние ребрышки в потолок, это у нас будет выдох, а теперь тянем коврик на себя, и стараемся раскрыть грудку, потянуться вперед и вверх, и пусть ваши ключицы раскроются вот здесь, то есть не вот так мы это пытаемся сделать, а максимально раскрыться, да, максимально натягиваем коврик, и раскрываем ключички, и еще выдох, и раскрыться, и еще разок, выдох, и раскрыться, и последний раз выдохнули, вытолкнули грудку, спинку сзади в потолок, и на вдохе раскрылись, возвращаемся опять в диамант, возвращаемся в диамант, почувствовали эготичные бугры, уходим вперед, расслабились здесь тихонечко, и вернулись, внимание, сейчас правой ножкой, я буду тянуться назад, выпрямлять ее, и руками, упираясь в пол, уходить вперед, как бы падать, сейчас в этом состоянии, мы начнем, меняем, теперь мы начнем находить инерцию, нога ушла, бедро завернулось, мы ушли вниз, оттолкнули себя, и потихоньку перекатились на бугре, и потихоньку, если вы поняли это движение, мы начинаем увеличивать темп, и превращаемся в такую пружинку, руками себя оттолкнули, и поехали искать свой поток, вот в этом замечательном движении, и еще раз, и старайтесь его сделать максимально легко, максимально комфортно, еще несколько раз, еще несколько раз, умнички, отлично, и остаемся в другой русалке, теперь у нас ножки будут по-другому, обратная сторона, и находим середину колена, середину стопы колена, и начинаем двигать тазом, за счет того, что мы чешем коленом стопу, сделаем так несколько раз, почувствуйте, как двигается сейчас таз, как двигается тазобедренный сустав, отлично, оставим колено посередине, рукой потянемся чуть подальше, перекатились на бугре, вытянулись, да, оттолкнулись ручкой, оттолкнулись голенями, почувствовали вот это включение глубинной линии, центра, и отсюда, сгибая локоть, начинаем натягивать пространство на себя, делаем вдох, раскрываем ребрышки, и выдох, и еще разок, вдох, потянутся, и выдохнули, и еще, вдох, и старайтесь больше, больше находить опору на внешней стороне ладошки, да, больше на мизинчик, чтобы ваше плечико развернулось снаружи, да, чтобы у вас вот этого вот положения не было, плечей, вот очень важно, да, мы все время стараемся плечи развернуть, не спину сжать, а плечо развернуть, само плечо, вот ротаторную манжету мы стараемся развернуть, у нее есть это движение замечательное, но нам очень нужно, вдох, и последний раз делаем красивый вдох, потянем ребрышки, потянуться в потолок вдохом, и выдох, ставим ручки параллельно к коврику, и теперь, отталкивая коврик от себя, делаем выдох, и выталкиваем ребра в потолок хорошенечко, и на вдохе раскрываемся, ключицами потянулись вперед и вверх, и выдох, и пусть ваши ключицы разворачивают ваши плечи, раскрывая вот эту ротаторную манжету, выдох, вдох, умнички, давайте сделаем еще два раза так, натянули коврик на себя, и последний раз, отлично, молодцы, немного отдохнем, и сейчас я вам предложу лечь на животик, смотрите, у кого гиперлордоз, у кого перенапряжена поясничка, возьмите полотенчика, положите себе его вот примерно сюда, под грудкой, и ложитесь так, вот, наверное, так лучше будет, чтобы ваши бедрышки и ребра были на полотенце, хорошо? Мы ложимся на животик, опять вспоминаем про наше сердечко, в ручках, и кладем это сердечко чуть дальше от своих глаз, чтобы мы на него могли смотреть, теперь почувствуйте, что ваши тазовые кости, которые мы в начале урока нашли, лобковые кости, повздошные кости, проваливаются в пол, и для этого вам не надо напрягать ягодицы, ножки вытянули через первые пальчики, опять-таки не напрягая ягодицы, когда мы работаем с вами на животике, наша основная задача прекратить напрягать ягодицы, обычно все это делают вот так, подкручивая, и даже не ощущая, пожалуйста, сейчас внимание, ягодички, ягодички расслаблены, сердечко впереди, и теперь, натягивая сердечком пол на себя, мы уходим в небольшое разгибание, вот все, что мне нужно, небольшое разгибание, постарайтесь лопаточки потянуть в задние карманы брюк, попа при этом расслаблена, и мягко опускаемся вниз, выдох, еще разок вдох, натянули коврик на себя, посмотрели, насколько у вас получается разогнуться в зоне под лопатками, вот эта самая напряженная обычно зона у вас. и вернуться, и последний раз, вдох, и с выдохом спокойно возвращаемся. Теперь это сердечко мы переносим вправо, в диагональ, остаемся в этом положении, и теперь в этом положении, натягивая коврик на себя, мы начинаем уходить в разгибание, и с выдохом опускаемся вниз. Еще натягиваем пол на себя, лопатки ушли вниз, вы чувствуете, как левый бачок у вас теперь раскрывается, и мы левой ножкой еще чуть-чуть больше потянулись, и опускаемся вниз. Сделаем так еще два раза, вдох, на вдохе грудина всплывает вперед и вверх, попка расслаблена, и выдох, и последний раз, вдох, потянушечка хорошая, шейка длинная, не заваливаем, и выдох, молодцы, переползаем налево, ставим сердечко перед собой, локтями, предплечьями упираемся, начинаем тянуть пол на себя, лопатки уходят назад, и мы со вдохом уходим в разгибание, теперь правый бачок у нас раскрывает, и мягко опускаемся вниз. Еще разок выдох, следите за плечиками, за попой, и выдох. Еще разок выдох, не перенапрягайте затылок, наоборот старайтесь вытянуться макушечкой вверх, для того, чтобы освободить, удлинить шею, еще три раза, вдох, выпустите грудку вперед, обокритесь от ребра больше, почувствуйте, как ребра на вдохе начинают еще больше проталкивать, как бы пол вперед. последний раз, самый вкусный выдох, и с выдохом опускаемся вниз. Возвращаемся в центр, можно положить лоб на ручки, немного отдохнуть, восстановить дыхание, проверить, как я ощущаю сейчас свою поясничку, как ощущаю таз, как ощущаю ножки, и возвращаем руки в наше сердечко, и сделаем сейчас еще раз пару контрольных разов, посмотрим, что изменилось. Входим в разгибание, взгляд начинает подниматься, коврик натягиваем на себя, лопаточки ушли вниз, и у нас разгибание увеличилось, и возвращаемся. И сделаем еще два раза, вовыдох, красиво, выдох, и последний раз шейка длинная, затылок длинный остается, и опускаемся с выдохом вниз. Руками оттолкнуть себя, посадить попу на пяточки, и в позе младенца немного отдохнем. Восстанавливайте дыхание, если вы не можете положить лобик на пол, не дотягивайтесь, поставьте один кулачок, второй кулачок, и можно положить лоб себе на кулачки, тогда вы поясничку и попку посадите на пяточки, и спокойно расслабитесь. Отлично, молодцы, и через круглую спинку поднимаемся наверх, и остаемся в позе стола. Квадропед называется, или четвереньки. Я специально хочу потянуть маечку, чтобы вы видели, что происходит с животом здесь. Интересное очень, если мы правильно выстраиваем эту пользу. Смотрите, кисти у нас под плечами, опять лягушиная лапка, очень важный момент, опять лягушиная лапка, и опять подушечками мы хорошо упираемся в пол. Локти разворачиваем в стороны, как будто хотим коврик растянуть в две стороны. Всей голенью мы погружаемся в пол. Если у вас вот примерно такое положение, если вы не можете дотянуться, подкрутите коврик так, чтобы ваша голень, чтобы ваш подъемчик был в опоре. Вот прям важный принципиальный момент. Нашли положение. Теперь представьте, что вы спиной, затылком ложитесь на потолок. И ваша задача сейчас этот потолок сохранить, не опрокинуться никуда, вытолкнуть себя, но не скручиваться. Почувствуйте, пожалуйста, потолок на своей спине. И теперь мы будем делать с вами длинный выдох и давить и голенями, и ладошками в пол на выдохе сильно. Так это выглядит. Делаем вдох и выдох. Можно со звуком. И если вы делаете все правильно, то вас уже начнет трусить, потому что включатся все стабилизаторы и все глубокие мышцы. Главное держать в нейтрале таз, вы держите потолок. Давайте еще разок делаем вдох. И с выдохом начинаем толкать ногами, руками пол. Хотите со звуком, хотите без звука. И еще разочек. Вдох. И с выдохом толкаем руками, ногами пол. Мне нравится шикать, здесь хорошо собирается живот. Молодцы. Сохраняя вот это вытяжение, вот эту собранность, мы сейчас начинаем уводить таз назад. И слушайте ваш копчик, он не должен подкрутиться. Вы как будто перетягиваете потолок назад вместе со спиной. Попчик не должен сделать вот это положение. Следим, пожалуйста, наоборот, хвостик раскрывается. Вы чувствуете, как мышцы промежности сейчас растягиваются. И мы сделаем туда вдох, расширяя пространство. И с выдохом вернулись. Вот очень важное упражнение для девочек, особенно для тех, которые хотят родить без разрыва. Да и для всех женщин. В принципе, потому что нам нужна эластичность мышц промежности. Не сила, девчонки, не кегель, а эластичность и упругость. Вот это большая разница. Еще разок делаем вдох. Вернуться. И еще разок. Вдох. И вернуться. Отлично. Остаемся в этом положении. Теперь начинаем хвостик. Хвостик – это наш копчик. Начинаем тянуть под коленки. Под коленки. Вот сюда. И уходим в кошечку. Расслабляем плечи и шейку. Уходим в кошечку. И раскрываясь назад. Макушечка раскрывается. И хвостик раскрывается. И мы просто вытягиваемся. Мы не уходим в переразгибание. Хорошо? Еще разок. Хвостиком начинаем тянуться под коленки. Первый таз начинает двигаться. Таз, таз, таз. А потом уже мы выталкиваем весь позвоночник. И раскрываемся. Делаем вдох, удлиняясь, а не прогибаясь. И еще разочек. Выдох. Хвостик, хвостик. Под коленки. И раскрылись. Молодцы. Теперь мы сделаем опять кошечку. Хвостик уходит под коленки. Мы уже научились это делать. Отталкиваясь ручками, уводим таз назад. Потянулась поясничка. Хорошо. И отсюда начинаем раскрывать хвостик. И возвращаемся в нейтральное положение. Еще разок. Сначала хвостик под коленки. Потянулись. Уводим таз назад, отталкиваясь. Ручками. И раскрываемся красиво в две стороны. Возвращаемся в исходное положение. И еще три раза так сделаем. Хвостик. Таз назад. Почувствовали, как вытягивается поясничка? Раскрылись. И два. Выдох. Увели таз назад. Хвостиком. Раскрылись. Раскрылись. И последний раз. Раскрылись. 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 И вернулись в исходное положение. Живы? Отличненько. Подкрутим сейчас пальчики ног. И, допустим, для пальчиков небольшую пружинку. Уводим таз назад и вернуться. И вернуться. Немножко поработаем над стопой. Потому что стопа – это наш фундамент. И от того, насколько мы ощущаем нашу опору в стопы, насколько функциональны у нас и упруги, и с амортизацией наши стопы, настолько у нас включается наше тазовое дно. Представляете? Это все идет от стоп снизу вверх. Мы получаем как бы удар от земли, и нам надо его с амортизировать. Если стопа амортизирует, значит, у нас все хорошо. Если она не амортизирует, значит, у нас все плохо. Поэтому работаем над пальчиками. И последний раз. Останемся, пальчики подкручены. Теперь вспоминаем про наш выдох. И вспоминаем, как мы толкали пол. Мы начинаем выдыхать. Начинаем толкать пол. И в конце выдоха, внимание, в конце выдоха, мы приподнимаем коленки на 5 см. И возвращаемся вниз. Поехали вместе со мной. Выдыхаем со звуком Ш. Чувствуем, как собирается животик. Делаем вдох. Выдохом. Живот собрался. Надавили. Приподнялись. Подержали. Раз, два, три. И опускаемся вниз. Еще несколько раз так сделаем. Вдох. С выдохом. Начинаем шипеть, как змейки. Надавливаем руками в пол. Приподняли коленки. Подержали. Раз, два, три. И опустились вниз. Еще два раза так сделаем. Вдох. С выдохом. Надавить в пол. Пяточками потянуться назад. И коленки сами приподнимутся. Опустились. И последний раз. Вдох. Надавить. И оттуда сразу попу наверх вышли. Собаку мордой вниз. Можно коленки присогнуть. Потянуться пяточками чуть-чуть к полу. Попробуйте здесь пошагать. Немножко потягушечка. Опять. Приятная. Не насилуем себя. Приятненько. Шагаем руками. Стопами друг к дружке. Повисли на стопах. Расслабиться здесь полностью. Расслабить шею. Почувствовать, как мы расслаблены и стоим. И теперь начинаем толкать стопами пол. Хвостиком тянуться к пяткам. И медленно позвонок за позвонком. Поднимаемся наверх. Голова приходит. Ху! Последний. Становимся. Почувствуйте сейчас, пожалуйста, как вы стоите на полу. Как вы ощущаете сейчас опору? Восстанавливаем тихонько дыхание. И я очень хочу попросить вас сейчас, чтобы приподняли пальцы ног наверх. Вот так вы сделали. Если вас сильно качнуло назад, да, я сейчас боком встану, чтобы вам было видно. Вот я, например, стою, я поднимаю пальцы ног, меня раз, качнуло назад. Вот это ваш естественный центр тяжести. Потому что очень многие девчонки имеют проблемы из-за того, что они находятся вот в этом положении. Мы стоим на каблуках и мы постоянно падаем вперед. И тогда у нас абсолютный дисбаланс между всеми линиями, задней и передней. Давайте попробуем вернуть себя на место из этого положения. Подняли пальчики, смягчили коленки, то есть не присели, да, а почувствовали, что колени мягкие, пальцы наверху, вытянулись макушечкой вверх. И теперь в этом положении попробуйте расслабиться и дать возможность в первую очередь расслабиться вашему крестцу. Почувствуйте, как ваш крестец, ваша попка вдруг раскрылась и все расслабилось, а внутри появился какой-то стерженечек. Теперь пальчики ног опустили далеко вперед, не меняя центра, не меняя вытяжения. Почувствуйте сейчас, как изменилась опора и как вам легче стало стоять на стопах и как не надо для этого напрягать поясницу постоянно. Теперь с удовольствием делаем вдох и выдох. Чувствуйте под ладошками опять пространство и выдох. И последний раз потянулись наверх и натянули на себя все самое хорошее. Наша тренировочка закончена. Надеюсь, вы себя хорошо чувствуете. Надеюсь, вы что-то почувствовали. Если хотите что-то спросить, задавайте вопросы. Спасибо большое, Кристина. Наверное, все стесняются. Будем тогда ждать в следующий раз. Девочки, спасибо большое. Спасибо, все понравилось. Все понятно. Вопросов не прекрасно. Все классно. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Мне очень приятно тоже. Встречаемся в следующий четверг. Обязательно. Спасибо. Есть один вопрос. Да, у меня есть вопрос. Да, есть вопрос, если есть проблема с суставами бедра и колени. Возможно ли все эти упражнения выполнять или где-то какие-то ограничения есть? Смотрите, такая история. Если острая боль, если острая боль, боль вы выполняете минимум движения, да, с очень-очень маленькой амплитудой, так, чтобы эту боль не вызывать. Нервная система очень жестко реагирует на боль. То есть если мы на боль начинаем еще больше давить болью, то это плохо. Мы должны в этой боли найти зону комфорта. Даже если мы будем только представлять движение, наши мышцы уже будут двигаться. Да, вот мы так устроены, у нас так мозг интересно устроен. Поэтому мы всегда находим зону комфорта. Движение нужно всегда, особенно если есть проблемы в тазобедренном суставе, в колени. Надо смотреть ваши стопы, потому что оттуда идет проблема. И мы находим зону комфорта, в котором нам хорошо двигаться. Когда это движение уже становится нормальным, мы его уже перестаем бояться, нервная система перестает бояться, эту боль, мы чуть-чуть эту зону комфорта ублиняем, расширяем как бы, да, и потихонечку вот эти проблемы таким образом решаются. Это не быстрый путь, но это тот путь, который комфортный для тела, комфортный для нервной системы, и не затрагивает нам, не нужны какие-то особые лекарства, уколы, суставы, вот все, что вот это вот все, ужас какой-то происходит, вот это все не нужно. Поэтому двигайтесь, движение, чем старше мы становимся, тем больше движения, но правильного, корректного, мягкого движения нам нужно. Уриный вопрос. Да? Да, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Когда мы делали упражнения, мы вот стояли в позе стола, да, скажем так, и пальцами ног делали как, упирались именно пальцами, да, но при этом у меня почему-то была очень сильная боль вот здесь вот в запястьях на обоих руках. Ага, да. Это как бы не связано, да? Да, нет, это, смотрите, скорее всего, вы очень сильно переносили центр тяжести на руки и не отталкивались пальчиками рук от пола. Если есть какие-то проблемы в суставах, вот во-первых, во-первых, обязательно, почему я все время, внимание, оттолкнуться, да, подушечки погрузить и чувствовать, как мы ладошкой всей отталкиваемся, чтобы ладошка была активная, а не пассивная. Когда она пассивная, мы сваливаемся в сустав и становится больно. Это первый вариант. А второй вариант, как себе можно помочь, можно подкрутить коврик вот таким образом и поставить верхнюю часть ладошки на коврик, и мы тогда угол, да, угол движения, мы немножко смягчаем угол, и не будет такого большого напряжения. Понятно. Спасибо. Девочки, если есть еще у кого-то вопросы, спрашивайте или будем прощаться. Ну, раз тишина, тогда спасибо большое, Кристина. Спасибо всем. И ждем следующего дня. До свидания. Спасибо вам. Пока-пока. До четверга. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok